Слушайте, пожалуйста, что сейчас происходит на 59-м округе? Как стало известно, то, что там собираются делать пересчет голосов по одному кандидату, это вообще как бы нонсенс. Расскажите, пожалуйста. Действительно, то, что мы наблюдаем в 59-м округе, не вкладывается в какие-то рамки украинского законодательства. Дело в том, что, во-первых, этот округ один из пяти самых медлительных по подсчету голосов. А кроме того, исходя из того, что происходит там, то возникают сомнения и все ли кандидаты готовы признать законного победителя и согласиться с результатом. Мы видим, что на сегодня на сайте Центра избиркома опубликовано 75% всего подсчитанных бюллетеней, сегодня уже 29 октября. И по этим данным лидирует с отрывом больше тысячи голосов кандидат Марку Рахова Сергей Сашко. Его ближайший оппонент отстает, имеет всего 25% голосов и, наверное, не может с этим смириться. Отсюда вот эти сообщения, которые вызывают как бы сомнения в том, что происходит. И мы рассчитываем, что до 18 часов Центра избиркома подведет итоги выборов и сообщит 100% соотношение, результаты со 100% избирательных участков. Как Вы думаете, для чего это делается? Может быть, для того, как по предыдущим выборам сорвать выборы и переизбрать обратно по этому округу, чтобы поставить своего кандидата? Вы знаете, сейчас за выборами в Украине парламентскими следит весь мир, следит Россия, следит Европейский Союз. Поэтому для власти, для Петра Порошенко, который поставил задачу жить по-новому, нельзя просто поставить под сомнение легитимность выборов. А что касается технологий, то действительно, давайте вспомним, пересчет голосов на прошлых парламентских выборов использовался только с одной целью – испортить бюллетени, чтобы нельзя было установить результат выборов. И уже после этого, поскольку украинским законодательством не предусмотрено проведение повторных выборов или непризнание результатов выборов, то уже по факту принимается не правовое, а политическое решение о проведении повторных выборов. Конечно, вот в Донецкой, тем более в Донецкой области, такая ситуация бы просто поставила под сомнение возможности и легитимность украинского государства. И скажите вот еще о самом дне выборов. Что там происходило? К концу дня явка увеличилась в 3-4 раза больше, были вбросы. С чем это связано опять же? Ну, вы понимаете, мы с вами являемся свидетелями, что в целом явка на этих выборах, она средняя. То есть 52% голосов, а в приграничных, там, где идет военное действие, явка еще ниже, 35% около. И мы неожиданно видим, что на 59-м округе вечером, когда, как правило, все населения сидят дома, уже они голосуют засветло, вдруг резко втрое увеличивается явка избирателей. Это вызывает подозрения о возможном бросе бюллетеней. Продолжение следует...